С вами Екатерина Шурова, врач, психиатр, психотерапевт. Весь мир театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У всех все выходы и входы. И каждый не одно играет роль. Итак, как вы уже поняли, мы сегодня будем говорить о психодраме. Психодрама является одним из первых методов групповой психотерапии. В середине прошлого века создателем психодрамы был Якоб Леви Морена. Это американский психиатр, социолог, философ, психотерапевт. Психодраму как метод психотерапевтического воздействия Якоб Леви Морена позаимствовал у детей, когда наблюдал за их игрой, когда наблюдал, как дети воплощают свои фантазии в игре. И тогда Морена подумал, а почему бы и взрослому для реализации своего творческого Я не использовать игру, для самореализации своего Я не использовать игру. Психодрама активно используется для улучшения процессов катарсиса при гештальтерапии, при групповой терапии, при различных играх, немножечко в транзактном анализе. Психодрама используется в тренинговых группах для саморазвития и самосовершенствования. Психодрама используется для определения и для выявления трех типов переживания личности. Это личные переживания, когда отражаются личностные особенности индивидуума, и тогда уже человек лично здесь играет основную главную роль, а группа является вспомогательной, и группа помогает добиться возникновению определенных эмоциональных переживаний. Это могут быть межличностные переживания, которые мешают нам взаимодействовать, которые мешают нам общаться друг с другом. Это могут быть социализирующие переживания, которые свидетельствуют о наличии конфликтов в группах, о наличии дисгармонии, которые угрожают существованию группы. Целью психодрамы является пробуждение творческого потенциала личности для решения своих проблем здесь и сейчас. То есть пробуждение некой другой модели поведения, чем та, которая была ранее, или чем та, которая использовалась для решения проблем. Какие же существуют техники психодрамы? Как правило, в психодраме используются три основные техники. Первая техника – это дублирование, когда участники могут озвучивать, или сам главный герой может озвучивать свои переживания, мысли, свои эго-состояния. Вторая техника – это зеркало, когда главный герой, участник является зрителем, а на его место, на его главную роль выбирается участник из группы, или участник, который наблюдает. И тогда этот участник уже отражает и показывает нашего главного героя. Он копирует позы, жесты, мимику главного героя, заостряет внимание на некоторых особенностях. Это позволяет пропагандисту или главному герою посмотреть на себя со стороны, посмотреть на себя со стороны, как он взаимодействует с людьми, посмотреть со стороны, как он решает определенные проблемы, посмотреть со стороны вообще, что он делает. Третья методика – это обмен ролями, когда пропагандист меняется ролями с кем-то из вспомогательных «я». Это может быть неоднократная смена ролей. Это помогает почувствовать другого человека, увидеть мир глазами другого человека. Если у вас есть вопросы по психодраме, если вы хотите понять и узнать, как вы взаимодействуете, если вы хотите использовать творческое взаимодействие в психодраму для решения каких-то своих вопросов, каких-то своих проблем, взглянуть на свои проблемы по-новому с помощью психодрамы, определить новую модель поведения, звоните нам на горячую линию. Мы вам обязательно поможем. Ваша Екатерина Шурова. Редактор субтитров А.Семкин